Завтра у меня днюха, мне 30 лет. Как я мог просрать свои 30 лет вот так? Какой бурю эмоций сегодня испытал. Внизу уже ждет его машина, и собственно начнется все самое необычное. Ух, нифига тебе! Я буду направлять тебя. Ни в коем случае не снимай наушники и следуй в точности моим инструкциям. Вставай. Пойдем пройдемся. 29 апреля. Завтра у Саши день рождения. Я подружилась с командой сценаристов и готовлю Саше сюрприз. Это будет такой квест по городу и по его воспоминаниям. С небольшим путешествием в будущее. Я все еще не уверена, получится ли это передать на камеру. Но очень надеюсь, что получится, чтобы он потом смог вспоминать и пересматривать это видео. День рождения у Саши завтра. Сегодня я сюрпризом хочу затащить его в отель. Ну, типа, понимаете? Дорогой. Есть новый номер? Да. Оу май! Чтобы, как бы, немножко его запутать. Я собрала его вещи. Свои вещи. Их оказалось меньше, чем его вещей. Короче, мне надо еще купить кое-что из реквизита. Мне надо забрать статуэтки, которые мы будем расставлять по отелю. Мне надо еще заехать к нашему товарищу Вау и забрать свет для того, чтобы оформить номер изнутри. Короче, я очень нервничаю. Но хочется верить. Что все это не зря. Завтра у меня днюха. Мне 30 лет. Не думал я, что буду пребывать в немножко расстроенных чувствах. Есть ощущение, что блядь, как я мог просрать свои 30 лет вот так. С другой стороны, оглядываясь назад, думал. Блин, ну вроде бы и весело было и неплохо. И много надо успеть еще сделать. Следующий десяток. Ну или сколько там мне отведено. И Маша весь день с самого утра планирует мой день, мой вечер. Она мне пишет. Езжай в сторону дома. Не надо, чтобы ты оставил там машину. Ты будешь подъезжать дома, напиши. Я смодерирую дальнейшую логистику в зависимости от дорожной ситуации. Интересно. Что ты вот что-то придумала, моя красотка. Это Вал. Йоу-йоу, всем привет. Мы с вами были вместе в Лос-Анджелесе, вам меня выручать сильно. Нам сигналит. Сейчас, 5 минут. Так, смотри. Ух, какие они. Так. А подожди, а плюс и минус? Как ты? Не важно, ты по-другому не вставишь. То есть, ты самый главный чек. Вот они все горят. Все очень просто. А они обе лампы горят разным цветом? Они горят таким хочешь. То есть, ты можешь выставить здесь. Смотри, эта кнопка же включения и включение мощности. Это я помню, да. Вот, да. Все супер просто. Ну, типа, RGB, если знаешь, вот красный канал. Тут вот нажимаешь красный канал, зеленый, синий и крутишь. Супер. Квест, да? Такие точки. Точка туда, точка туда. Да, да. Я буду, короче, там, задействую много человек. Он будет ездить по городу. Ему придется спуститься в метро. Загримированным. Прикинь. Я не знаю, что из этого выйдет. Выдет ли вообще хоть что-то. Но я вообще надеюсь, что он не спалит меня заранее. Никто меня не спалит. Надеюсь вообще, что все сложится. Я переживаю. Блин, круто. Ты все успеем, все сделаем. Я тоже не знаю, что ты до конца придумал. Мне будет интересно посмотреть. Я нервничаю. Ай, Саша еще не знает, что его ждет вечером. И когда он все вечером поедет. И я пока спрашиваю, как у тебя дела? Что ты делаешь? Он говорит, что я еду в офис. Все такое. Настроение у него походу делал не очень. Жесть. Как все устроить так, чтобы все получилось? Время 19.06. Мы уже полтора часа как пытаемся добраться до пункта назначения. Очень так присылайте. Я почему-то этот день рождения вообще не хочу отмечать. Не хочу ни с кем видеться. Вообще не очень люблю свой день рождения. Не люблю подарки. Не люблю это планировать. Не знаю. Вот так вот прям. С детства. Нет, когда я был совсем пиздюком, конечно, я любил день рождения. Потому что там подарки. То, что ты хочешь от родных. А сейчас это что-то перерастает больше в какую-то формальность. Друзья все заняты. У всех семьи свои дела. У меня в руках чемодан с всеми страшными вещами. На мне висят две сумки с светом. И два пакета со статуэтками, которые мы планируем внедрить в сценарий. Я надеюсь добраться до отеля. Короче, номер просто потрясающий. Нереальный. Знаете почему? Как минимум, потому что здесь есть кофемашина. И мне предложили даже миндальное молоко. Эти люди просто боги. Это просто потрясающе. Вот эта комната, в которой завтра, вероятно, будет вся активность. Видимо, вот здесь Сашу будут гримировать. Наша спаленка. Вот. Я не знаю, может быть, здесь его будут гримировать. Но я, вероятно, проведу этот вечер вот здесь. Короче, просто чума. Нереально красиво. Все. Я так счастлива, что мы здесь остановились. Я побежала разгребать вещи, потому что времени остается совсем немного. Время 20-29. Саша где-то на подъезде к дому. Соответственно, он сейчас должен там оставить машину. И после этого он поедет на такси либо до сюда, в чем я сомневаюсь. Либо он поедет до метро и до Кузинского моста. Дальше, конечно, вопрос. Буду я его встречать там или он придет сам в номер. Только устал. Я так хочу, чтобы все было круто. Бада! Репетиция парада. Поэтому приходится пешком идти. Вау, прикольно. Никогда не видел дорогу возле Цумы такой пустой. Ну вот она. Блин, замерз. Еще вчера было тепло. Здравствуйте. 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 А что, уже готово? Готово уже? Конечно. Прикольно. Я даже имя не сказал. Что-то придумал интересненько. И пишет мне, значит, сейчас пришли мне номер, в котором ты будешь. Что там будет, интересно. Машка умеет удивить. Прикольно. Да. 8, 2, 9. Напишу. 8, 2, 9. А, вот 8, 2, 9. Вот он. 8, 2, 9. Прикольно отель. У меня разу тут не было. Смотрите, как красиво. Хай-лят. Ку-ку. Кто здесь? Йоу. Ух, нифига себе. У-ля-ля. Это что-то новенькое, малыш. Ну, до свидания. Всем привет. Это первый день 30-летия Александра Текила Тарасова. И вот как он выглядит. Кто? Первый день или Александр Текила Тарасов? Александр Текила Тарасов. Короче, я вчера Саня подарила подарок, он не сообразил, что это. Как бы вообще тяжело сложилось. Да, дай я скажу, как я его назвал, прозвал. Это какой-то око-чпока. Вчера я стояла перед Сашей на колени на одном. Тебе понравилось? Да. Давай. Только на большой палец, что ли? Угу. Ну, хорошо. Маш что-то придумал. В 30 лет ворвался я с вот такими вот волосами. Красавчик. Хочу подстричься. Это экспериментальное устройство. О, как я люблю. Проектора генеративной реальности. Короче, очередное вымогание бабла, малыш. Короче, он анализирует типа биения пульса. Он синтезируется с твоим сознанием. Пользователь надевает кольцо. Ты его надел. Дальше пользователь активирует устройство, прикоснуться кольцом к правой стенке. Вот. Все. Так. После этого подстраивает реальность под пользователя с учетом полученной информации. Все. Тебе с этим жить. Мне страшно, самый пипец. Но хотя бы где-нибудь походи. И что делать-то? Ничего, просто не снимай его. Он большое. Ну вот так вот не надо трясти. Ну просто не снимай. А уборщица сюда зайдет, увидит такая. Опа, ока, чпока. И свое колечко так пункс. Я думаю, таких колец в России... Два только у меня. И... У него самого. Тут рядышком, кстати, с хаятом. Можем наверх подняться и ручки помахать. Вот так вот помашешь. Вот так вот делаешь. Вот так. Эй! Мик, кого живется? Мне? С тобой? С 30-летним старпером. Саня, 30-летним. Саня, 30-летним. Мне вообще зашибись. Конечно. Конечно. Обещай мне, что не будет сюрпризов. Не будет. Ну если ты хочешь, ты имеешь в виду сюрпризов, тебе сюрприз. У меня там 20 человек. Ну ты хотя бы сделай лицо такое, типа. Что, серьезно быть сюрпризом? Почему не надо? Ну потому что не люблю это. Сюрприз? Прошу прощения, могу предложить нам перейти в лимонад. В чем панель? Да, можно лимонад? Саня, я теперь раздрою его. Почему? Потому что ты думал, что это будет сюрприз. Да ну хватит. Ого. Это что за счет? Спасибо. Опять окоть в поко. Позавтракали на 8 штук, ребята. Пиздец. Ого. Так, что за око? Мать, что ты придумала, а? Что-то. Я сам не в курсе. Скажи, пожалуйста. Я уже не знаю. Это в нашем номере кто-то ходит. Ну заморочилась. Ты что дурак? Ты им что-то пишешь? Да, я уже стал что-то получить у меня. Око онлайн. Ну а что они меня испытывают в моем номере? Там шастают и пишут, мы ждем тебя. Сейчас я зайду и наваляю им, блин. Гордичный, его сдал мой номер, выпендривается. Саш, я не знаю, что там будет сейчас. Ты играешь по правилам? Я люблю их нарушать. Опаньки. Здравствуйте. 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 Вам же оделать будете? Нет. На самом деле, через 40 минут вы все узнаете, поэтому… Я вот вижу тут порошок. Угощайтесь. Угощайтесь. Опаньки. Позвали. Вот это кюх, это как-то. Да, угощайтесь. Я не понимаю, что ты сейчас чувствуешь, но твое лицо… Расслабься. Доверься всему тому, что происходит вокруг. Типичный Сашин день рождения. Внизу уже ждет его машина, на которой он поедет дальше по маршруту, где, собственно, и начнется все самое необычное, что должно быть с ним. Не знаю. Я очень переживаю, но я обрадовалась, когда увидела улыбку на его лице, когда он зашел в номер и понял, что сейчас что-то будет. Он увидел этот грим разложенный. Это было прикольно. Ну вот. Вы готовы. Все, можно смотреть. Да. Ебать, холодильник. Тут дамы. Вау. Вам нравится? Ну прикольно. Реалистично. Спасибо. Жестко. Ничего себе. Такие морщины. То есть, в теории, лет через пять я таким буду. Я думаю, лет двадцать и вы будете таким. Двадцать? Да. Но лет двадцать и вы... Ну ладно. Ну тридцать, ладно. Ты как пьян рис старый. Слушай, прикольно. Ты смогла встречаться с таким вот? Вот я уже с ним. Фейсайди не срабатывает на телефоне. Ну что там еще? Что еще за сюрпризы сегодня нас ждут? Алё. Да. Ага. Хорошо. Если вы готовы, спускайтесь. Вас ожидает машина. Что ты придумала? Ну-ка, давай рассказывай. Ты такой милый, как разлишься. Как меня деваться? Очень необычно. Жалко, что не полицейская машина. Пойдем. Спасибо большое. Не, да выходить было, конечно, некомфортно. Спасибо. Пожигов. Так, это мы едем, значит, куда-то Хохловский 9. Вот через книжную лавку. Значит что-то, что вот эта вот закладка находится именно на странице, где написано вот, например, миллион. У меня выходит клип, сегодня миллионы. Или все-таки милиция? Милиционер. Или мне отрежут мизинец. Что происходит? А не можешь, у тебя закрыты окна. Ха-ха-ха. Ну вот. Что ты им скажешь? Здравствуйте, люди. Привет, я Текила. Очень красиво. Очень красиво. Супер. Саша. Поехали с нами. Поехали с нами. Да, снимай. Привет, привет. Супер. Вообще класс. Отлично. Сделай пару с таком. Такие наверное подумают, бля, что за дед ты, кто за дед плане, блядь. Быстрее бы, он сдох. Я телефон оставляю сейчас вам, и с этой книжкой я ухожу туда, я даже этот район не знаю. Что ж, я пошел на встречи с приключениями, спасибо, пока. Без телефона, ой господи, ну... Ничего, что на улице такие, все будут смотреть, что я в новых языках, дед такой. Со словарем Ожегова, блядь. Так, вход через книжную лавку. Вот что надо было почитать. Теперь надо искать книжную лавку. Что делать-то? Не понимаю, что прожжу тут фиг знает сколько. Люди на меня смотрят и думают, что за тип какой-то. Где эта ебаная книжная лавка? Я заебался ходить ее искать. Здесь тоже не... А вот книжный клуб. Гиперион, книжный клуб. Вот. Как попасть в Гиперион со двора? Хожу, брожу уже, весь этот хохловский переулок выучил вдоль и поперек. Так. Здорово. Мне к вам. Привет. А деда мучить я тут круги нарезал. Теперь это твоя реальность, а я голос в твоей голове. Я буду направлять тебя. Ни в коем случае не снимай наушники и следуй в точности моим инструкциям. Вставай. Пойдем пройдемся. Прямо. Все важное идет из детства. Где-то в тебе до сих пор сидит упертый пацан, который торговался за батон белого в булочной. Мы, как маленькие обезьянки, повторяем за старшими и смотримся в них, как в зеркала. Идем дальше. Впереди светофор. Не торопись. Даже если все переходят, не переходи без моей команды. Ладно. Погнали дальше. Нам прямо. Куда все, туда и ты. Нам надо попасть в метро. Мы успели как раз вовремя. Скоро начнется представление. Меня голос запустил. Сказал, чтобы я спустился в метро. Людской конвейер непрерывно движется. Кто-то едет вверх, а кто-то едет вниз. Каждую секунду в мир приходит 4 человека. И уходит 3. А теперь представь себе, что тебя больше нет. Вот он, мир минус ты. Какой он? В общем, он сейчас едет в метро. У нас какая была история? Мы привезли его из отеля к воротам каким-то металлическим. И там ему передали слова Режигова и сказали, там, значит, закладкой написано «вход через книжную лавку». И отобрали у него телефон. Его телефон у меня. Мы должны через 7 минут выложить клип. Но я думаю, что он сам доедет скоро. Вот. Очки еще. Клип какой? У него сегодня выходит клип. Миллионы. Да. Вот телефон. Тут разрывается он от сообщений. Как он вообще согласился отдать? Это было самое страшное. Когда он такой, в смысле без телефона? А куда идти? Они говорят, ну, куда-то туда разберется. Сейчас он едет в метро в наушниках. И в наушниках ему рассказывают всякие интересные вещи. Искусственный интеллект с ним разговаривает. Угу. Из жизни? Да. Сдают ему какие-то вопросы. Предлагают вспомнить моменты истории, которые вы рассказывали, которые Паша рассказывал организаторам. Ух ты, это интересно. Да. То есть он оттуда в метро едет? Да. Он один едет? Он один едет. Биберева? Да, Биберева, да. Но рядом с ним есть человек, который будет контролировать аудио, которое он слушает. И еще один человек, которому я отдала камеру и надеюсь, что он что-то снимает. Сегодня твой день рождения. Совсем скоро ты заново появишься на свет. Дальше я не могу пойти с тобой. Теперь ты сам по себе. Но если бы я мог сказать тебе всего одну вещь в качестве напутствия, то лучше вот этого, пожалуй, не придумаешь. Жизнь как конь. Держи за узду. Не плачь, не стани и не ахай. Если не прав, посылай всех в пизду. А если прав, то нахуй. Субтитры создавал DimaTorzok Да ну необычно очень. Пару раз чуть не заплакал. Но в скорой я не думал, что я окажусь и на ботаническом саду. Все, вот она карета скорой помощи подъезжает, где Саша. Боже мой, как волнительно. Случайности случайны. Другое дело, что как только они случились, они сразу становятся твоей судьбой. Что если бы ты тогда не ушел на квадрики от ментов? Что если бы не успел убрать ноги, когда катер врезался в пирс? Таких что если миллион. Жизнь не всегда доставляет то, что ты заказывал. Но то, как ты с этим справляешься, и есть твоя судьба. Осторожно вставайте. Пожалуйста. Осторожно вставайте. Пожалуйста. Снимайте очки. Ого. Ну здравствуй, сыночек. Привет. С днем рождения тебя. Я тебя очень-очень люблю. И пусть твоя жизнь будет самой-самой счастливой. Что ты плачешь? Ну блин. Отсюда мы вышли. Папа здесь стоял на машине с цветами. Что ты плачешь? Не знаю. Ну потому что сто раз папу вспоминал. Да? Угу. Папа, знаешь, как на своей машине заскорой летел. Он выбирал этот роддом. Знаешь, почему так далеко от нашего дома? Потому что он был новый. Его открыли в 88-м году, а ты в 89-м. Поэтому родился. Он сказал, пусть будет все новое, все чистое, чтобы он в самом светлом дом родился, в чистом. Вот так. Раньше в то время во всех роддомах ходил стафилококк. И он сказал, неважно, что он в черте где находится, поедем в новый роддом. И пеленочки были, на самом деле все пеленочки с этикетками я оторвала прям, все новые буквально. Да, пеленочки, тогда памперсов не было. Да, не было. Марли, пеленочки, они все-все новенькие были. И поэтому я тебя домой привезла, естественно, без всякого стафилококка. Какую бурю эмоций я сегодня испытал. Что ты дрожишь? Что ты дрожишь? Пойдемте вон на скамеечке посидим. Спасибо. Надо прийти в себя вообще. Мы очень переживали, Сань, что это может быть. Я как-то надел наушники, так раз пять хотел заплакать. Честно. Потому что когда у меня в ушах, когда я был в метро еще, и когда у меня в ушах папины фразы, блин, начались. Да. Мой кошмар. Да. Это все Маша. Если что, ненавидит меня. Это все Маша. Если что, ненавидит меня. Да. Это все Маша. Маша на заду. Я сама этот день, пока тебя на каталке не увидела, перешила заново. Вот. Пережила все эти 30 лет с момента рождения твоего. И думаю, интересно, что там тебе говорят? Что ты сейчас называешь? Помнишь ты это или не помнишь? Да. Предупреждали, что после грима будет сохнуть лицо, но у тебя оно сегодня еще не сохнет. Ой. Таких эмоций. Тебе надо, Андрей, прийти в себя. Я думала, мы быстро в машину, в ресторан. Нет. Да нет, слушайте. Слушай, я не думала, что ты такой впечатлительный, Саша. Я думала, что, конечно, тебя это тронет. Слушайте, тронет, блин. Я ехал там полчаса в метро в наушниках и думал очень много обо всем. Хорошо. О том, как мы не ценим то, что имеем. То есть поколение в поколение, к сожалению, никуда не деться. Но все равно хорошо, когда такие эмоции появляются, и ты стараешься, ну, хотя бы наполовину ценить. Да, это, конечно, этот день рождения я запомню надолго. Да. Вообще, с самого начала я ничего не знаю. Нет. Это тоже сюрприз. Я только знала свою концовку. И то только вчера узнала. Ну, мой квест начался еще ночью. Саня. За мной домой приехала машина, такси. И я поехал в Хаят. Я не знал, куда я еду. Перекрыты дороги. Маша там уже намекнула, что в Хаят меня уже... Самая жесть была, это когда я стою и просто передо мной старик стоит. Такой же старик, короче, стоял. Он прям старый такой. Он, наверное, тебе посовидовал, скажет, что-то у него налажало. А он такой, как бы, чуть скрюченный. А я такой высокий, за счет расправил. И он такой смотрит и не может понять, в чем подвох. И в этот момент на последней станции, на последнем проезде между станциями, ко мне просто подходит курьер Delivery Club и дает мне какую-то посылку. И он такой, просто представь себе. И такой, дед. Знаешь, я подумал, что он сейчас позвонит в ФСБ и скажет, что тут произошла передача секретных материалов каких-то. Представь себе, что творилось у него в голове. Он такой смотрел на непонятного какого-то деда. И тут ему просто курьер ни с того ни с сего в метро передает посылку. А что в посылке было? В посылке было розовое фламинго. А что за посылка-то было? Нет, кролика тебе. Ты открываешь, а нам розовый фламинго. А ты хоть вспомнил? Ну, фламинго, да. Как я упал к ним, блин. Думаю. В шубе и в шапке они валятся. Но все равно я не провел параллели как бы то, что там меня в роддом повезут или еще что-то. Я могу сказать, что когда ты подходишь особенно вот к рубежу в 30 лет, то точно всякие материальные вещи, они не являются ценностью для тебя в жизни. Самое крутое это любовь близких и эмоции, которые вот мы получаем. Поэтому мне 30 лет сегодня и я нахожусь сейчас в машине с любимой мамой и с любимой девушкой своей. Это самое главное. И еще испытал реально бурю эмоций. И еще со мной за сегодняшний день никто не сфоткался, несмотря на то, что я спустился в метро и там проехал от Китая города до Ботанического сада. Я думал, что кто-то тебя все-таки узнает в инстаграме, увидел. Да, я уже думал об этом, что блин, небось запорол, потому что выложил в инстаграм. Но нет, никто не подошел. Потому что я говорю, что вот старику вот в таком виде люди даже боятся в глаза посмотреть. Реально. Они такие типа отворачиваются, знаешь, мимо идут, шарахаются. Ну ты же такой старичок под речком был. Ну все равно, внешний вид был такой, как бы. Может быть люди понимают, что какой-то диссонанс, знаешь. Не совсем это старик, а может у него проблемы с кожей есть. Знаешь, такие болезни, там типа Бенджамина Баттона, знаешь. Ну круто, в общем, в любом случае.